Всем привет! У меня еще час свободного времени, я решила провести его с пользой с вами. По традиции пустые баночки, я продолжаю их собирать, потому что искренне считаю, что это одно из самых полезных видео на бьюти ютюбе. Если вы думаете так же, то не забывайте поддержать меня пальчиком вверх. В общем, не затягиваю, поехали, потому что банок сегодня очень-очень много. Вы не поверите, два средства для губ, и одно из них это красная жидкая матовая помада от марки Smashbox. Я не могу сказать, что это самая комфортная формула из всех представленных на рынке. Да, она может немножко подсушивать, чуть-чуть ощущается на губах. Вот этот оттенок просто красивый, правильный, красный, с которым улыбка была настолько белоснежной. У них есть оттенок Big Spender, которому я прощу все. Но вот этот я не буду повторять, потому что это просто хорошая красная матовая помада, не более. Хочется чего-то более комфортного и еще более стойкого. Но, как видите, использовала до конца. Вот это потрясающая вещь от марки Clinique. Это у меня просто лимитированная упаковка, которую они создавали совместно с дизайнером. У меня был оттенок 08, такой сочный, аппетитный нюд. И не светлый, и не яркий, миру подходящий всем и каждому. Он нейтральный, но при этом он освежает макияж. И насколько же мне нравилось, как классно он увлажнял губы. Губы, и это долго ощущалось. И этот блеск кочевал у меня из сумочки в сумочку. Я бы с удовольствием купила еще один такой же. Не уверена, что именно этот цвет все еще продается. Почему у меня сегодня дергается века? Это настолько неприятно. Наверное, издалека этого не видно, но это меня очень сильно отвлекает. Еще для губ у меня закончилась вот такая интересная штучка. Она попалась мне в коробочке Look Fantastic. Это марка Dr. Lip, восстанавливающий бальзам для губ. Он шикарно работает и еще и придавал оттенок губам. Цвет у него был как разбавленная вишня. Не самое бюджетное средство. Я считаю, что можно найти аналог побюджетнее. Но если вы хотите что-то попробовать, то почему бы и нет. Но я все-таки взяла бы обычную прозрачную версию этого средства. Оно очень хорошо работает. Закончился скульптор. Это был Inglot в оттенке 505. Причем в Польше говорят Inglot. Ну, неважно. И вот многие девочки спрашивали, Оля, чем же он отличается от того, который я недавно хвалила в фаворитах, от Make Up Forever. Если Make Up Forever это как очень светлое и корректирующее, и бронзирующее средство, то вот это конкретно скульптор. У него прямо холодный оттенок. И с ним у меня иногда получилось, точнее не получалось у меня правильно его наносить. Я очень часто перебарщивала. Я всегда брала самую такую лайтовую кисть и наносила легчайшим слоем. И в основном я пользовалась им для съемки или на выход куда-то. Он прямо такой правильный скульптор. Очень классное средство. Если вы визажист, если вы любите именно скульптурировать ваше лицо, что-то корректировать, то советую присмотреться. Я уверена, что я когда-то к нему вернусь. И его хватает настолько надолго, что он уже успел, мне надо есть. Но это было идеальнейшее средство. Так что нужно будет докупить. Для тела закончился увлажняющий крем от марки ЦРВ. Это моя вторая упаковка. И сейчас я к нему не вернусь, потому что это средство мне больше всего нравилось использовать именно зимой для тела. Когда кожа была экстремально сухой, сейчас я перешла на лосьон. Если у вас кожа чуть ли не шелушится, то можно даже использовать летом. Но мне как-то хочется чего-то полегче. Вообще не поняла это средство. Это марка Геалуаль. Спрей, который часто используют косметологи после разных процедур, когда есть какое-то раздражение на коже. И моя косметолога, к которой я ходила всего-то несколько раз, но она всегда пользовалась им и говорила, что да, Оля, возьми. И насколько я помню, здесь в составе есть янтарная кислота, которая якобы должна предотвращать появление воспалений, заживлять уже имеющиеся. И я ничего такого для себя не отметила. Мне гораздо больше нравится термалка от La Roche-Posay. Увлажнение оно тоже мне не давало. Непонятно. Пустая баночка медового крема от Papa Recipe. Очень интересная, необычная текстура. Он легко ощущался на коже и при этом очень хорошо, даже не просто увлажнял. Мне кажется, что было и питание. В общем, моей сухой кожи после моих кислотных пилингов, после очищающих масок он отлично справлялся с тем, чтобы восстановить кожу. Не было никаких шелушений. Сейчас пока что покупать не буду, потому что не сезон. Он тяжеловат на лето. Осенью, если не забуду, куплю еще раз. Просто есть столько всего, что мне хотелось бы попробовать. Но если вы когда-то думали купить, то я однозначно рекомендую. Не закончила, не поняла действия вот этой сыворотки от марки Misha. Больше половины я использовала в прошлом году. И тоже вам говорила, что я не замечаю ничего, кроме дополнительного увлажнения. Да, кожа такая пружинистая, она как бы более плотная. Но здесь есть в составе ретинол. Я ожидала какого-то разглаживающего эффекта, подтягивающего. Вообще ретинол очень хорошо влияет на мою кожу. Вот это средство слабоватое. Ну то есть за такую цену нет. Я бы не стала его покупать. Я знаю, что оно многим нравится. Но лично я говорю ему нет. Два гидрофильных бальзама. Хеймиш у меня был неоднократно. И сейчас у меня нет ни одного. Если бы я выбирала, какой из них приобрести, то взяла бы Хеймиш или купила бы себе масло от марки Shu Uo Mura. Вот этот Локситан, он дорогущий. И пахнет просто натуральным маслом. Упаковка очень тяжелая. Его сложно использовать до конца. Хотя он очень хорошо удалял макияж. У меня не вызывало никаких прыщей. И к нему нет никаких претензий. Но у меня есть просто другие фавориты. Я пользовалась до конца, до последней, не капля, до последнего грамма. Ну, дороговато. Закончила два аромата. Ну, ладно, здесь на дне граммулечка осталась. И я как-то особенно ее берегу. Это Эллион от Муглер. И я настолько люблю его. Я пользовалась им и в прошлом году, и в этом. И вот я сейчас вдыхаю его. И у меня в моем воображении рисуется образ такой роскошной, хорошо одетой, успешной женщины. Это белые цветы, это легкая сладкая нота. Но вообще сам по себе аромат очень насыщенный. Для уверенных в себе людей он привлекает внимание. Он шлейфит. Он долго остается и на одежде, и на коже. И он чем-то напоминает мне код от Армани. Да, это приблизительно одна категория. То есть и здесь, и здесь ощущается жасмин. Прям вот во главе. Но этот, он с какой-то такой перчинкой, что ли. Вот он более такой дерзкий. И мне нравится флакончик. Мне нравится в нем все. И я обязательно когда-то его повторю. Наверное, буду пользоваться на смену. У меня сейчас есть Армани код. Вот когда закончится тот, я куплю этот. Я не помню, это мой первый флакончик или второй. Но главное, что не последний. Айзенберг Back to Paris. Он мне очень нравился. Я им не просто пользовалась с удовольствием. Я им обливалась. Это мой самый любимый аромат этого бренда. Он самый нежный, самый воздушный. Он и сладкий, и свежий одновременно. Если вы хотите познакомиться с этим брендом, я советую начать с этого аромата. Он не слишком стойкий. Но я готова была прощать ему все. Потому что мне он очень хорошо подходил. Он тонкий. Он такой шикарный. Из ароматов это все. Так, запоминаем эту баночку и заказываем на осень. Если вы ищете себе классную, при этом недорогую увлажняющую сыворотку, то это она, It's Skin. Она увлажняет не хуже SkinCeuticals. Вот La Roche-Posay, она более липкая. Если у вас, ну как, на моей коже она впитывается, все окей. Но на жирную я бы ее не стала наносить. Вот это универсальное. Если вам не хватает увлажняющего крема, или вы не любите плотные текстуры, питательные кремы, забивают вам поры и всякое такое, вы хотите просто увлажняющую сыворотку в качестве дополнения к вашему базовому уходу. Вот это она. Я люблю сыворотку с витамином С. Вот это оказалось такой же классной, увлажняющей, действенной бомбой. Так что я ее обязательно куплю. Хочу еще заказать, знаете что, Елизаветку с гиалуронкой. Посмотрим. Но вот это в голубом флакончике очень достойно вашего внимания. Мицеллярная вода от Урияж. У меня было несколько версий, и с синей крышечкой классная, и вот это без отдушек. Все они хорошо смывают и тушь, и всю остальную косметику с лица. И тут недавно я подумала, что так много классных мицеллярок на рынке. И взяла с собой такую небольшую баночку от Lumine. И как же сильно я удивилась в поездке, когда она не смывала даже обычную нестойкую тушь. И она подсушивала мне веки. Я плевалась, и теперь я более критично подхожу к выбору мицеллярных вод. Вот эту тоже стоит купить повторно. Жидкие металлические тени от NYX в 12-м оттенке. Красивейшая бронза. Насколько я знаю, их сняли с производства. Если вы ищете похожий оттенок, то у Maybelline он и нон бронз. 35-й. Вот этот очень удобный в использовании. Он хорошо держался. Ну что ж такое-то с этим глазом. У вас такое бывает? Допользовала до конца. Точно так же, как второй. Если еще где-то увидите, то стоит купить, пока они еще есть в наличии. Средство, которое все еще якобы продается в России. Я, к сожалению, не могу его достать. Это бронзер и скульптор от марки MAC Baby Don't Go. Для светлокожих девочек, для таких, как я. Потому что я то автозагарюсь, то нет. Но, в общем, если вы хотите такой правильный бронзер и скульптор, два в одном нанести, не запариваться по поводу растушевок. То есть он не ложится пятнами. Он просто самый лучший. И сейчас я нашла ему замену. Я побоялась брать его в поездку. Мне сложно уже доставать это все кистью. Я просто отнесу его в MAC, обменяю на помаду. У нас можно собрать то ли 5, то ли 6 упаковок. Я каждый раз беру с собой больше, чтобы не прогадать. И обменять на помаду. Вот. У Make Up For Ever оттенок S112 просто такой же. И даже текстура у них одинаковая. Так что я нашла аналог. Очень хорошее средство. Особенно на лето у меня закончилось. У меня есть новая упаковка. Это Urban Decay Naked Skin. Это легкий тонирующий такой гель, крем, наверное, так. Он дает легкое покрытие, но при этом хорошо скрывает поры. Он не проваливается. То есть если нанести больше, то, конечно, он будет оседать в морщинках. Он матовый. То есть он не нуждается в пудре. Если у вас нормальная, склонная к сухости кожа. Если жирная, то советую припудрить. Отлично держится. И даже если он где-то стирается, то это как-то особо не бросается в глаза. Я любила его прошлым летом. И в этом году мне не захотелось искать другие варианты. Вот сегодня я нанесла последнее нажатие на все лицо. Полдня пробегала. У нас довольно жаркий день. Конечно, как только я сажусь снимать видео, тут армагеддон. И солнце, и дождь, и тучи, и все подряд. Но, по-моему, выглядит неплохо. При том, что я не пудрилась. Не баночка, но тоже идет в отставку. Это использованный бьюти-блендер. Он уже начал крошиться. Он потрескался. Им уже неприятно пользоваться. Скажу так, что сейчас есть шик, который менее прожорливый. Который также хорошо наносит средства. И он еще мягче. Он не такой пористый. Он более доступный по цене. Также я видела, что в Польше девочки пользуются разными спонжами от Ибра. Мне хочется попробовать что-то. Но когда приспичит, когда нужно будет что-то купить, я точно пойду в Сифору и куплю еще один бьюти-блендер. Потому что без губки для макияжа, без спонжа, я уже просто не могу. Не буду покупать это. Как бы это назвать? Ночной уход от марки Глэм Глоу. То есть это и сыворотка, и крем, два в одном. То есть здесь было два таких отделения. Их нужно наносить по очереди. Да, эти средства хорошо работают, классно восстанавливают кожу, питают и выравнивают оттенок. Но дороговато. Есть средства гораздо дешевле, которые работают не хуже. Не хуже? Да, правильно. Думаю, не хуже или не лучше. Так что допользовала, но сказать, что нужно отдавать за это последние деньги, нет. У Глэм Глоу есть маски, которые стоят каждой копейки. Но вот это как-то просто хорошо. Очень хороший бальзам для тела от марки Урьяж. Вот его можно купить даже в теплое время года. Зимой мне хочется чего-то, что создаст не то чтобы пленку, но мне хочется чего-то поплотнее. У него нежнейший аромат ухода, какого-то спа, но только без таких отдушек непонятных, вот как палочки пахнут. Нет, это что-то кремовое, такое сливочное. Класс. Обожаю. Марка Урьяж очень интересная. И мне кажется, что мне нужно, нужно присмотреться к их базовому уходу. Вот это масочка от марки Айзенберг. Их знаменитая масочка Золушки, моделирующая. Я покупала такую версию в Сифоре. Это не первая, не последняя. Где-то третья упаковка. Она всегда ездит со мной в путешествиях. Потому что я обычно просыпаюсь, такая, господи, боже мой, это я. Во всех поездках я выгляжу, наверное, в сто раз хуже, чем в обычной жизни. А все потому, что вечно перелеты или долгие переезды, потом смена воды. И лицо настолько помятое, что хочется хоть как-то себя спасти. И прыщи, и оно пересыхает. И когда нужно немножко там себя подделать, я покупаю, пользуюсь этой маской, покупаю и пользуюсь. И нужно будет заказать в Сифоре, пока у нас минус 20% на день мамы. Она супер классно увлажняет, но очень часто бывает так, что утром ты накрасишься, бегаешь там, работаешь целый день. Или занимаешься на встречах, на каких-то вечерах тебе еще идти на мероприятия или на какой-то важный ужин. И я обычно смываю с себя косметику, наношу эту маску, и кожа такая, спасибо тебе, Оля, что ты обо мне не забываешь. Утром не всегда есть для нее время, но где-то в перерывах я стараюсь ею воспользоваться. Очень неплохое средство от Holy Land. Мне его посоветовал косметолог, это гель. Восстанавливающий, успокаивающий, он очень легкий. Говорят, что мужчины пользуются им вместо крема. Я себе этого не представляю, потому что мне здесь конкретно не хватает увлажнения. Но то, что он заживляет ранки, то, что он восстанавливает кожу, это однозначно, да. Я купила его, не знаю, когда-то, наверное, докуплю еще баночку. Но мне сейчас очень нравится гель с Центеллой от Benton. Он работает не хуже, он еще и хорошо увлажняет. И пока что я перешла на Benton, но если вам нравится профессиональная уходовая косметика, если вы любите бренд Holy Land или хотели бы что-то попробовать, то эту вещь я советую использовать как сыворотку, или же после кислотных пилингов, после очищающих масок. Если вы что-то себе надавили, то можете нанести плотным слоем и оставить. Этот гель успокаивает кожу, вот прям снимает красоту. Красоту не снимает, но с краснотой справляется. Гидрогелевые патчи от Petite Fee от того же бренда. Подождите секундочку, да. Сейчас вышли вот такие, мне они нравятся еще больше. Они все по действию похожи, то есть они освежают, они осветляют область под глазами. И я проводила эксперимент, я пользовалась патчами каждый день, и каждый день все было прекрасно. Почему бы не сделать себе, знаете, такой допинг для кожи, каждый день на протяжении месяца пользоваться патчами. Все равно они высыхают довольно быстро, если их не использовать на регулярной основе. Вот, так что я иногда так делаю, устраиваю себе такую ежедневную спа. Пока детей собираю, пока сама привожу себя в порядок, налепила патчи, меня все равно, кроме детей, никто не видит. Они уже привыкли. Вот эта масочка от Petite Fee, это вообще кайф. Вот, пожалуй, одна из лучших гидрогелевых масок, которые я пробовала. То есть, когда ты лежишь и понимаешь, что, ну капец, твое лицо нужно собрать в кучу, потому что все очень плохо. Наносишь эту маску, она и охлаждает. Да, она не супер как-то увлажняет, но мне кажется, что гидрогель работает так же. Это все равно, что такой патч под глаза нанести прям на все лицо. И она прям стягивает так как бы, ну то есть, нет ощущения стянутости. Но когда лицо запухшее, ужас, вот, то наносишь эту масочку, она очень расслабляет. Она немножко дает охлаждающий эффект, особенно если вы положите ее в холодильник, и потом еще это все как бы гидрогель, и вот эта эссенция, которая есть, это все очень хорошо работает. Очень хороший крем для рук. Это не первая упаковка от La Roche-Posay. Никогда не знаю. Цицопласт, Кикапла. Вот такой. Это хит-продаж. Насколько я знаю, он плотный, он хорошо восстанавливает. Здесь и мочевина в составе, и глицерин. Ну вот все такие компоненты, которые и увлажняют, и задерживают влагу в руках. Если у вас супер сухие руки, то советую присмотреться, но летом, мне кажется, что это не основная проблема. Не массовая проблема. Консилер под глаза от Too Faced. Нравился. Увлажняющий. Он все хорошо скрывает. Он классно держится, если припудрить его родной пудрой от Too Faced. Я больше всего люблю ее использовать. Еще аналог от Everline есть, если хотите что-то подешевле. Я к нему не вернусь. Почему? Потому что есть бюджетный Fit Me от Maybelline. Они очень похожи. Такая же увлажняющая текстура. Я просто не вижу смысла тратиться. При том, что я в принципе могу пойти в Сифору и купить. Но как бы зачем? Зачем? А так сам по себе консилер хорош. Я думаю, что если у вас прям конкретные складочки под глазами, то возможно он будет скатываться. То есть я не могу обещать. И вот такая штучка у меня была от Holy Land. Это восстанавливающий крем с ретинолом. Вот это я куплю на зиму. Обязательно. Он хорошо выравнивает какие-то мимические морщинки. Он предотвращает воспаление. Вот пока я пользовалась, у меня было несколько таких миниатюр. Пока я им пользовалась, не было ни намека на забитые поры. Кожа была такой сияющей, ровненькой. Ну, это просто ретинол. Здесь, по-моему, есть и кислоты в составе. Он прям по действию мне очень сильно понравился. И вот Holy Land неплохая марка. Я должна сказать, что да, у них качественный уход. И даже те масочки, которые делала мне косметолог, у меня есть молочный пилинг, который я делаю сама уже дома. И косметолог мне его делал. Ну, блин. Этот глаз доведет меня до безумия. И вот кто хвалит эту марку, я понимаю, за что. Потому что у них есть действенные средства. То есть можно найти какие-то замены. Но лично мне хочется попробовать вот этот крем прямо в полном размере. Тушь от марки Maybelline. Lash Sensational. Дает шикарнейшие ресницы. Мне понравилось. Я не могу понять, почему некоторые туши отпечатываются. Вот точно такие же. А некоторые создают такие ресницы до небес. Распахнутые. Классно держатся. Не осыпаются. Смываются теплой водой. А некоторые слишком жидкие. Возможно, знаете, при транспортировке что-то происходит. Это уже не вина производителя. Но точно куплю еще. Патчи, которые я хотела попробовать очень давно. Я купила их в Сифоре по хорошей цене. Это бренд Too Cool for School. Они большие. Они классно увлажняют. Но зараза, они мне жгут так под глазами, что я не могу выдержать. Теперь я понимаю всех тех, кто говорит, Оля, твои патчи от Petit V, которые это советуют. Они вообще устраивают что-то страшное под глазами. У меня так с этими. Я не знаю, в чем проблема. Вот после них снимаешь, нет никакого покраснения. Ну, выдержать с ними полчаса я просто не могу. У меня есть еще где-то три упаковки. Я попробую еще. Я какой-то вообще мазохист. Или как? Да, мазохист. Правильно? Человек, который издевается над собой. Обожаемые мною маски от марки Benton. Сейчас я переключилась на гель и делаю масочки с ними. Но если хотите купить что-то одноразовое, что-то, что можно взять с собой в поездку, от прыщей, а от красноты хорошо увлажняют. И вот мне нравятся эти еще с алоэ. Это самые классные масочки. Вот это от Holika Holika с Madoka Sosida. Тоже неплохая. Я не помню, откуда она у меня. То ли в коробочке красоты была, то ли мне ее кто-то подарил. Работает неплохо. Но если сравнивать с вот этими, мне эти нравятся больше. Вот объективно. Наконец-то избавлюсь от мусора в своей квартире. Я надеюсь, что вам было интересно и видео было полезным. Всех целую и внимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.